10 апреля под председательством президента Азербайджана Ильхам Алиева состояло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2015 года и предстоящим задачам. Президент Ильхам Алиева отметил, что итоги первого квартала 2015 года были положительными. За этот период валовый внутренний продукт вырос более чем на 5%. Глава государства сказал, что в Азербайджане было обеспечено динамичное развитие и за последние три месяца ненефтяной сектор вырос более чем на 7%. Промышленное производство на 4%, сельское хозяйство на 3%. Подчеркнув, что все это стало возможным в результате продуманной экономической политики, проводимой в последние годы в стране, президент Ильхам Алиева отметил, что резкое падение цен на нефть в мире не оказало влияния на общее динамичное развитие. Глава государства довел до внимания, что инфляция в стране остается на низком уровне. Потребительский рынок полностью контролируется и рост денежных доходов населения составил 5,3%. Отметив, что в первом квартале в регионах продолжалась положительная тенденция и было создано около 30 тысяч новых рабочих мест, президент Ильхам Алиев сказал, что решение социальных вопросов в стране по-прежнему находится в центре внимания. Отметив, что в настоящее время в стране строится или ремонтируется более 20 медицинских учреждений, продолжается процесс проведения обследования населения. Глава государства подчеркнул, что в текущем году государственная инвестиционная программа широка планируется реализация необходимых проектов. Отметил, что реформы, проведенные в стране, положительно оцениваются ведущими международными финансовыми структурами. Президент Ильхам Алиев сказал, что международный авторитет страны растет. Азербайджан превратился в ценного и надежного члена международного сообщества. Отметил, что проводимая внешняя политика очень гибкая и активная. Отметив, что благодаря этому страна вышла без потери из кризисов, происходящих последние годы в регионе. Глава государства сказал, что Азербайджан сегодня известен как страна, пользующаяся большим уважением в международном масштабе. Глава государства отметил, что его многочисленные визиты, завершенные с начала года в зарубежные страны, усилили международную позицию страны. Рассказал об армяно-азербайджанском на горно-карабахском конфликте. Президент Азербайджана сказал, что Армения не хочет мира, старается сохранить с неизменным статус-кво. Именно поэтому данный конфликт не урегулирован. Президент Аль-Хамалев подчеркнул, что на встречах, организованных в прошлом году при участии глав стран-сопредседателя Минской группы АБСЕ, Армения всегда вела себя неискренне, была не заинтересована в урегулировании конфликта, продолжая оккупацию азербайджанских территорий. Президент Аль-Хамалев еще раз отметил, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана, международных правовых норм, должен быть положен конец двойным стандартам. Глава государства во время выступления коснулся двух важных событий – проведение заседания консультативного совета проекта «Южный газовый коридор Баку» и закладка проекта «Танап Марти в карте». Затем с докладами о работе, проделанной в первом кварте для предстоящих задачах, выступили министр по налогам Фазиль Мамедов, министр транспорта Зия Мамедов, министр культуры и туризма Абульфас Гараев. В заключительной речи президент Аль-Хамалев отметил необходимость продолжения мер по развитию предпринимательства и ненефтяного сектора. Глава государства довел до внимания, что в каждом районе должны быть созданы промышленные зоны. Подчеркнув особое значение развития сельскохозяйственного сектора, он заявил, что страна не сильно зависит от зарубежных продовольственных рынков. Президент Аль-Хамалев дал поручение по полному обеспечению продовольственной безопасности составлению электронного учета земель. В своем выступлении глава государства также коснулся вопроса курса Моната, отметив, что меры, предпринимаемые в этой сфере, экономически эффективны. Президент Аль-Хамалев выразил недовольство дороговизной цен на лекарственные препараты в стране. Подчеркнув, что Министерству здравоохранения дано поручение по исследованию ситуации и принятию мер в этой сфере. Отметив, что в этом году откроются еще три центра службы АСАН, глава государства дал поручение по улучшению обеспечения населения электроэнергией и питьевой водой. В заключении президент Аль-Хамалев заявил, что подготовка к первым европейским играм идет на высоком уровне. Ряд спортивных объектов уже готов к использованию. И что наряду с деревней атлетов создана медиа-деревня. Было доведено до внимания, что параллельно в столице продолжается работа по благоустройству и созиданию. Заложена новая линия бульвара. Президент Аль-Хамалев выразил уверенность в том, что до конца года будут решены все запланированные вопросы.